Доброе, доброе, прекрасное утро! Все пробуждаемся, дарим себе хорошие, позитивные эмоции. Сегодня с вами в студии Чингис Яхунаева. Это в эфире шоу «Новое утро». Здравствуйте, здравствуйте! И, кстати, о дарении позитивных эмоций. Мы, наверное, как раз-таки этим сегодня и займем. Сегодня у нас в гостях прекрасный человек, специалист по лечебной физкультуре и кинезотерапии Людмила Бурдуковская. Людмила, здравствуйте! Здравствуйте, доброе утро! Здравствуйте! Прекрасно сегодня выглядит. Спасибо. Да, вот всегда, наверное, приятно. Да, да. Людмила, ну, о чем у нас будет сегодняшний эфир? Мы расскажем чуть-чуть попозже. Сейчас я предлагаю у нас традиционную, наша рубрика – это маленькие испытания. Легкие у нас. Все гости приходят, что-то делают. Сегодня у нас досталась небольшая физкультура. Наша задача с вами – вот видите, вот эти два шарика, перед вами которые. Нужно при помощи шариков перенести стаканы до следующего столика. Без рук только шарики. Хорошо. Шарик можно трогать руками, остальное только все без рук. Кто быстрее это делает, тот должен финальным шариком просто надуть у себя. Все легко и просто. Небольшая физкультура. Так? Готовы? Готовы. Шарики оставляем там. Ой, стаканы. Все, все, начал. Стаканы, стаканы оставляем там и финалим. Готовы? Насчет три. Готовы. Насчет три. Раз, два, три. Шарик-то я зачем-то целую зеркалил. Бегите быстрее, забирайте свой шарик. Розовый. И надувайте, надувайте, надувайте. Пошли. Торопились. А пока вот потихонечку мы надуваем все это. Мы не в конечном случае не переключайтесь, впереди мы расскажем, о чем сегодня будет эфир. Далее небольшая рубрика. Не надувается. Всем привет! В эфире рубрика «Погода». Сегодня вторник, 13 декабря. И сегодня будет ветрено и снежно. Сейчас минус 23, к обеду воздух прогреется до 17 градусов ниже нуля. Скорость ветра составит 6 метров в секунду. Снежные осадки 0,2 миллиметра. Ну а как оставаться стильными в любую погоду, расскажет стилист-психолог Надежда Семенова. Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам об основных трендах на новогодние образы. Сейчас идет тенденция на длину мини, полупрозрачные фактуры и всевозможный блеск. В этом году также очень актуальны сборки и перья. А огромную роль играет крой и силуэт образа. Очень важно подчеркивать талию, в идеале, если ваш образ будет зрительно напоминать форму песочные часы. Это была рубрика «Погода со стилистом». И я, Надежда Семенова, желаю вам хорошего дня. Пока-пока! Ну что же, «Новое утро» продолжается. Я напомню, у нас в гостях сегодня Людмила Бурдуковская. Людмила, здравствуйте еще раз. Здравствуйте, доброе утро. Людмила, кстати, нам рассказывает сегодня о том, о чем вы сегодня рассказываете? Здоровый, пожалуйста. О здоровом образе жизни. А точнее, тема нашего эфира – это укрепление здоровья на рабочей месте. Ну и не только на рабочей месте. Вообще, да, укрепление здоровья. Вообще. Сколько важно, особенно зимой, укреплять свое здоровье? Ну, каждую свободную минуту надо укреплять свое здоровье. А сейчас зима, вставайте на коньки, на лыжи, бегайте, прыгайте, скандинавская ходьба. Все для этого зимой. А если у меня вот нет свободной минуты? Для себя найдете. Ну, в среднем, 3-5 раз в неделю не менее 30 минут. Не менее 30 минут. Да, ну это немного. 30 минут, что-то за 30 минут вы найдете для себя время, если хотите быть здоровыми, счастливыми и активными. А еще я без этого счастливые, активные и здоровые. Ну, ладно, здоровые откинем, но счастливые и активные. Счастливые и активные, но будете еще счастливее. Еще счастливее. Да. Хорошо. Вообще, ну, как вы считаете, что такое здоровый образ жизни и какую роль он играет? А какая бы совершенная ни была медицина, она не излечит вас от сил болезней, правильно? Значит, человек это главный творец своего здоровья, понимаете? Ну и все же. За которое надо бороться. Ведь легче же предупредить заболевание, чем его лечить, правильно? А для этого что надо? Здоровый образ жизни. А что такое здоровый образ жизни? Ну, что такое здоровый образ жизни? Ну, для меня здоровый образ жизни – это хороший сон, хорошая еда и все. И побольше. А что такое здоровье? Слушайте, вот, не знаю. А что такое здоровье? Здоровье, когда у меня что-то не болит. Ну, наверное, здоровье – это когда физически, социально и духовно благополучно, а не только отсутствие заболевания. Серьезно, и духовно, и социально. Да, да, все должно быть в гармонии. Прямо вот так вот подытожили. Все должно быть в гармонии. Да, да, да. Внутреннее дзен. Да. Вот это вот все вот эти вот штуки, да? Да. Не знаю. Ну, для вас здоровье-то вот это три кита. Да, три кита, на котором держится здоровье. И как же их поддерживать? Здоровым образом жизни. Что такое здоровый образ жизни? Это не пить, не курить, правильно сказали, правильно питаться и заниматься спортом. Правильно? Ничего плохого, только положительное. Да, да. А если очень хочется? Если очень хочется, то надо. Хорошо. Болезнь у нас с первым веком – гиподинамия. Я, наверное, правильно это сказал. Правильно, гиподинамия. Что это вообще такое и как с ним бороться? Давайте вытянем ручки. Ручки вытянули. Хорошо. Жали в кулачки. Кулачок взяли. Сильнее. Чувствуете свои мышцы? Да. Напряжены? Да. Теперь разжали кулачки, расслабились и руки упали, как плетье. Это и есть гиподинамия. Вялость мышц и затем атрофия. Серьезно? Да. А с чем это вообще связано? Малоподвижный образ жизни. Это вот все вот эти компьютеры. Да, да, да. Все это дает? Человек большую часть времени сидит или лежит. Правильно? А если он еще и на машине, то это... Машина – это зло. Зло. Для автомобилистов, кстати, раз в неделю делать разгрузочный день. День без машины. И постараться в этот день ходить и ходить и ходить. Ну, вот эта гиподинамия, вот вообще, как с ней бороться? Это, опять же, только спорт, только какие-то упражнения? От гиподинамии можно уйти, убежать, но не уехать. Поэтому, конечно же, профилактика – это физическая активность, ну, и здоровый образ жизни. Что значит не уехать? Не уехать? А как ты уедешь от гиподинамии, сидя за рулем? Ну, все. Значит, теперь убираем свои машины куда-нибудь подальше, значит, в гараж. Да, да. Все выходим пешочком, берем палку. Не, ну... Вылуженный скандинавтская ходьба. Скандинавтская ходьба. Работал. Да. У нас не будет пробки, у нас будут пробки. Да, минус 30. Смотри, сейчас как мороза ударит. Ну, вообще, ну, я понимаю, с этой болезнью, ну, боремся только активным образом. Активным образом жизни. А как вообще еще польза физической активности? А, физическая активность – это один из главных аспектов здорового образа жизни. Он, спорт нас делает физически привлекательно, увеличивает продолжительность жизни, ее качество, борется со стрессом. Конечно же, хорошее настроение дает, потому что во время тренировки вырабатывается гормон счастья, эндорфины. Серьезно? Да. Природные эндорфины. Ну, все спортсмены счастливые. Конечно, вы же видите, какие мы счастливые. Ну, мне казалось, что спортсмены такие серьезные. Серьезно счастливые. Серьезно счастливые. То есть он такой грубый такой идет. А у него же внутри-то счастье, эндорфины. А внутри он такой, как мне это нравится. 100 килограмм подняться. Не, ну не надо, не надо. Переувеличивать 100 килограмм. Все в меру, все в меру. Хорошо. Ну вот я, допустим, человек, который, ну не занимаюсь спортом, честно говоря, очень много времени провожу на работе. Есть ли для меня какие-то вопросы? Конечно же, есть. Есть. Вот люди большую часть времени проводят же на рабочем месте и мало двигаются. От этого у них начинаются проблемы с суставами, с мышцами, сердечно-сосудистой системой, с лишним весом. Поэтому обязательно надо хотя бы уделить 5 минут гимнастике на рабочем месте. Но в идеале ее надо делать каждые 2 часа. Ну хотя бы 5 минут, 2 часа. Можно и сидя, и стоя делать различные комплексы. Около 5 минут достаточно. Но чтобы держать себя в тонусе, мы обязательно узнаем, какие упражнения нужно знать. Но это через небольшую рубрику. Всем привет! На связи Татьяна Бадоева, Нумеролог. Представляю вашему вниманию прогноз на вторник, 13 декабря. Это время напряженной, но плодотворной работы. Довольно неоднозначный день, когда придется сполна проявить себя, чтобы чего-то значимого достичь. Тем, кто не любит рутины, сегодня придется особо тяжело. С другой стороны, если вы будете настойчивы, последовательны и решительны, успех должен прийти к вам. Будьте сконцентрированы на главном. Не отвлекайтесь на мелочи, иначе они поглотят все ваше внимание, уведут в сторону отважных дел. Подключите тайм-менеджмент, он сегодня очень поможет. Обязательно обратите внимание на свое здоровье. Можно подключить витамины, пойти наконец-то на тренировки и пройти профосмотр или задуматься о правильном питании. Самое время наладить быт. Заняться обустройством дома, хозяйством, упорядочить отношения с партнером. Повышение уровня комфортности будет сейчас как никогда кстати. Не стоит ждать подарков фортуны, зато можно многого добиться собственными силами. Обязательно полностью выполняйте все взятые на себя обязательства. Крупные покупки и наиболее затратные начинания лучше отложить. Настройка на день. Я ценю свою жизнь, дорожу и радуюсь каждому моменту и каждому дню. Системно повторяйте настройку на день, чтобы она плотно укоренилась в вашей жизни. С вами была Татьяна Бадоева. Прекрасного вам дня! Новое утро продолжается в эфире. Я напомню, у нас сегодня в гостях Людмила Бурдуковская. А Людмила является у нас специалистом по лечебной физкультуре. Все правильно. Людмила, все-таки вот мы встали. Расскажите про упражнения. Мы будем делать комплекс упражнений, который поднимет вашу работоспособность, зарядит воду с бодростью и хорошим настроением. Начинаем с растяжки. Встаем. Все, встаем? Да, встаем. Ноги на ширине плеч, руки перед собой в замок. И тянемся, 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 тянемся. Вытягиваем мышцы максимально. Всему телу? Только мышцы рук. Спина прямая. Расслабились. Еще раз. Тянемся, тянемся. Максимально тянем. Расслабились. Где-то 10 секунд. Еще раз. И расслабились. Теперь руки назад. И вот это все можно на рабочем месте. Замок, конечно. И плечи вниз. Максимально вниз, вниз, вниз. Вниз, вниз. Спина прямая. Расслабились. Еще раз. Тянемся, тянемся, тянемся. Тянем плечи вниз. Расслабились. Еще раз. Спина прямая. Она прямая. Тянем плечи вниз. Как плечи вниз-то опускается. Тянем. Выше плечи, вниз. Голову выше, плечи выше. Расслабились. Следующее упражнение. Руки на поясе. И голову на левое плечо вниз и на правое. Вращение шеи. Это упражнение расслабит нашу шею, растянет трапециевидную мышцу и разгрузит верхний отдел позвоночника. Вот засиделись, да? Да, да. Десять-пятнадцать раз каждое упражнение будем выполнять. А в обратном сторону можно? Так, ну... Нужно, да? Нужно. Делаем не круговые, а полукруговые вращения головы. А, а я тут стою, круги, нагрузки. Нет, нет, полу. Знаете, в школе неправильно говорили. Все, расслабились. Вдох сделали через нос. Выдох. Зачем так вот наклоняться сюда? Раскрываем грудную клетку и выдох. Вдох через нос, выдох через рот. Теперь упражнение бабочка. Что-то еще. Я знаю, что такое упражнение бабочка. Ну, показать. Мы сейчас прыгать будем? Вот это вот? Нет, конечно. Это какая-то неправильная бабочка. Товарищи, учителя физкультуры, это какая-то неправильная бабочка была. Дети, отстаивайте свои интересы. Вот она, правильная бабочка. Людмила, как выглядит правильно? Да, да. Вот она. Руки согнули. В локтях и максимально отводим назад. Все, что нужно? Соединяя лопатки. На усилии выдох, на расслаблении вдох. Следим за дыханием. Укрепляет плечи лопаточную область. Сейчас вы нам свою бабочку покажете. Нет, я не спрашиваю. Это я уже тяжелый. А, да. Сразу же приступаем к другому упражнению буратино. Ладони. Это вот это вот? Нет, это неправильный буратино. Закрываем ладони. Максимально отклоняем назад. А, я понял, почему буратино-то. Ты немножечко такой деревянник становишься. Да, да, да. А дышать надо в этом? Да. Так. Выдох. Если я на работе это буду делать, на меня как-то странно не посмотрят. А вам это не все равно? Неплохо вообще-то. Сегодня попробую побывать буратино. Делайте как вам. Я делаю. Хорошо и удобно. Главное здоровье. Все, расслабили мышцы. Все расслабили мышцы. Встряхнули. Теперь руки перед собой. Кулачки сжали. И одновременно локти вниз, колени вверх. Выдох. Синфронно делаем. Раз. Когда за работа пришла, я вот такое делаю всегда. Самое лучшее упражнение, да? Наконец-то. Это не бабочек, не буратино. Ура. Вот так вы поделали, да? Все. А сколько надо подходить? 10-15 раз. 10-15 раз, да? 10-15 раз. А буратино-бабочка три подхода по пять раз. По пять раз, да? Все хорошо. Можно. Что еще? Теперь наклоны вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Медленно поднимаемся. Ой, как тяжело. Ну, давайте вместе. Раз, два, три, четыре. Достаем до обуви. Раз, два, три, четыре. Поднимаемся. И еще раз третий подход. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И медленно поднимаемся. Ой, ой, ой. И вот здесь я вот такие вот каждый день буду упражнения делать по полчаса в день. Я буду максимально оздоровлен? Конечно. Вот как я себя буду чувствовать? Вы будете себя чувствовать бодро, спортивно, активно. И профилактика остеохондроза, артрозов, профилактика ожирения, укрепление суставов, кровоснабжение, нормализация кровоснабжения внутренних органов. Я прям сейчас почувствую, как я похудел. Килограмм на пять. Я вот это вот все вот... Подтяжки делаю, подтяжки. Ну ладно. Действительно, каждый день нужно заниматься. Главное регулярность. Я могу там с понедельника. Да, да, с понедельника человек говорит, я буду заниматься спортом, записываться в тренажерный зал, через две недели, все, его нет. Не, ну я могу какой-то понедельник, среда пятница, или это ежедневные занятия? Вот эти занятия ежедневные. 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 А что-то посерьезнее. А посерьезнее 3-5 раз в неделю. А эти каждодневные упражнения через каждые 2 часа вот на рабочем месте. Через каждые 2 часа я должен такой, типа, стоп, буду делать бабочку. Да, да. Там что-то происходит, пожар, что-то. Хочу быть здоровым. Да? Не, я утрирую, конечно. Бегите пожар тушить, тоже физическая активность. Это для тех, для тех ребят, кто сидит, просиживает в офисе, на компьютере. Да, 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 офисные работники. Очень тяжелый этот труд. Пожалуйста, вставайте. Профилактика туннельного синдрома, это наши вот кисти рук. Пожалуйста, вставайте, не стесняйтесь, говорите. Все, товарищ начальник, у меня 5-минутная зарядка. Ну, а у нас небольшая пауза, небольшая рубрика, и дальше мы продолжим. День живота. По мне, можно заметить, что я-то как раз-таки люблю этот праздник, очень сильно его уважаю. А вот, знаете, люблю побаловать себя, даже обычно, тут национально наша буза. А вот чем балуют себя горожане, давайте узнаем у них. Обожаю курицу с соусом, просто готовить, это просто бомба. Сам готовишь? Да. Вкусно готовишь? Ну, нет, на самом деле, пойдет. Кто-то жалуется на твои стрипни? Нет, нет, не жалуются. Они живы? Ну да, они живы, так чуть-чуть. Может быть, что-нибудь, жареное мясо с картошечкой, так очень. Вкус с грибочками, с лучком, вот это вот. Аж есть захотелось. Да, в принципе, все помаленьку, что есть. Все съедаете? Ну, конечно, что есть, то и поем. Ну, может, к чему-то особенное предпочтение? Нет, у меня нету такой, чтобы я вот конкретно одно блюдо люблю и все. На разнице нету. Что есть, то и поем. Сами готовишь? Ну, конечно. Вкусно? Ну, жена и две дочки не жалуются. Рыбкой соленой. Да. Прям? Да, прям соленой рыбкой. Может, все девочки любят сладкое, но я люблю рыбку. Какая, знаете, очень прекрасно удобная девушка. Да даже не знаю, что мы любим. Ну, как девочка сладенькая, да, наверное. Нет, не особо люблю сладкое. У нас тут какая, вторая девочка, которая не любит сладенькую? Нет, я люблю сладкое, но не прям постоянно. Ну, а чем себя можно порадовать? Не знаю, пиццу заказать надо. Макароны по-флотски. Серьезно? Да. Может, там курочка в соусе, может, борщец какой-то. Только макароны по-флотски? Ну, да, макароны люблю. Прямо за радость? Да, да. Я люблю... Я люблю все, в принципе, поесть. Вкусное, что-нибудь жирненькое, сладенькое. Ну, я ни в чем себе не отказываю. Ну, а мы продолжаем. Новое утро в эфире. Я напомню, нас сегодня в гостях Людмила Бурдуковская. Людмила Бурдуковская. Списались по здоровью. Все-таки, когда мы сами позанимались, немного размялись. Зарядили бодростью. Зарядились бодростью. Я себя действительно немного лучше почувствовал. Все-таки, ну, а как заставить себя? Вот заставить себя ежедневно выполнять такие упражнения? Ну, каждый человек хочет оставаться надолго красивым и молодым. Молодым. Это прекрасная мотивация для того, чтобы свои вредные привычки заменить полезными. Не стоит забывать, что наше здоровье на 50% зависит от того, какой образ жизни ведет человек. Правильно? Ну, я не спорю. Но практически каждому надо заболеть, чтобы понять, как ценно наше тело. Ты не хорошее слово вообще. Вот самое основное – это мотивация, да? Да, самое основное – это мотивация. Вы сказали только, что нужно поболеть, чтобы понять. Для молодых людей, да, вот им абсолютно без разницы. Вот как они себя чувствуют? Ну, вот сейчас, сейчас, вот в моменте они живут. Ну, как вот их все-таки замотивировать ежедневно следить за своим здоровьем? Ну, это на своем примере родители должны показать. Все-таки все от родителей. Да, от родителей. То, что у них, если есть культура спорта, здоровье в семье, они куда-то выезжают, ходят на лыжи, катаются на коньки с детьми. Это и мотивирует. Потому что здоровые вообще привычки закладываются с детства. И потом они переносятся во взрослую жизнь. Поэтому все у нас с детства, Илья. Хорошо, слушайте, потрясающе. Ну, вот о результатах все-таки очень важно. У нас люди все такие вот тут. Я вот не буду ничего делать. Я даже по себе смотрю. Пока я не увижу результат. Да, да. А результаты они хотят за день? Конечно. День в тренажерке, и все, на завтра я худой, втрой, на зонке. У меня допрос появится. Да. Чувствуете? Конечно. Конечно. Они вот эти вот забитые мышцы. Вот это вот больная тема результата, ждать результата. Даже вот через три месяца, если у человека останавливается там вес, он снижает все, он в депрессию впадает. Зачем мне это надо? И опять я перехожу. Лучше буду вести веселую жизнь, чем здоровый образ жизни, да? Нет. Все-таки надо дождаться результата. Если у человека нет результата, что-то делает он не то. Надо пересмотреть свою программу. Ну вот человек, который одно время не занимался собой, здоровый образ жизни он не вел, через сколько он может почувствовать? Ну я понимаю, что это все... Ну где-то через полгода. Все-таки полгода. Да, да. Нужно немного потерпеть, полгода подождать, и все равно почувствовать себя. Главное не опускать руки. Амосов, академик, говорил, что здоровье – это, конечно, тяжелый труд. И если выбираете среди врачей болезни и упражнений, лучше выбирайте последнее. Это окупится. Правильно? Слушайте, ну я еще раз вам говорю. Берете, например, вот, судьмил, занимаетесь спортом ежедневно. Сколько? 30 минут? 30 минут. 30 минут в день. 30 минут в день. Пару упражнений, которые мы вам показали. Вы будете чувствовать себя максимально. А, и еще, что немаловажно, упражнения надо выбирать, какие вам нравятся. Бег, ходьба, фитнес, чтобы они не наскучили. И через какой-то период менять эти виды упражнения, чтобы, опять же, они не наскучили своим анатомностью. И, что тоже важно, следить за своим состоянием во время тренировки. Если вы почувствуете одышку, головокружение, боль в области сердца, то надо снизить нагрузку. Если не прекращается, то обратитесь к врачу. То есть я мог вам сказать сейчас, когда вы занимались? Да, да, да. Мне тяжело. Мы могли закончить. Но кто вам поверит, что вам тяжело? Ну так, действительно, почему бы. Слушайте, ну, я еще раз вам напоминаю, ведите только здоровый образ жизни, приводите себя в порядок. У нас сегодня в гостях была Людмила Бурдуковская. Людмила Бурдуковская – это специалист по лечебной физкультуре и кинезотерапии. Огромное вам спасибо, что вы сегодня к нам пришли, научили, рассказали. Ну, а мы, дорогие друзья, нам приходится с вами прощаться. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова